всем привет меня зовут екатерина мой сад находится в минской области беларусь и я снова кружусь возле своих гортензий которые выращиваю в горшках у меня много в открытом грунте но есть и в горшках в этом видео я хочу ответить на очень часто задаваемый вопрос в последнее время под несколькими видео где зимуют гортензии в горшках очень частый вопрос я отвечаю ну вот решила все таки надо снять видео и об этом рассказать так как есть несколько вариантов событий на которые я хочу обратить ваше внимание ну смотрите выращивание гортензии в горшках мне так понравилось это очень удобно во первых во вторых это быстрое цветение и наверняка цветение есть гортензии которые например в моем саду в открытом грунте не росли или не растут вот я несколько таких гортензии выдернула из открытого грунта потому что во первых у меня грунт кислый очень кислый это первое второе глина в большинстве своем такая тяжелая глина пусть я и добавляю в посадочную яму специальный торф там да и тому подобное грунт очень быстро смешивается и гортензии долго растут развиваются не цветут например я из открытого грунта выдернула вот эту красавицу яркую при яркую это самарская лидия я вижу что она не развивается не растет я быстренько ее в середине лета вот просто достала из грунта в ведро посадила и уже к концу сезона она ведре мне нарастила соцветия которые вот просто выросли и уже с заморозками вместе начали окрашиваться соцветия вот потом что я выдернула я выдернула панфлору вот эту красивую воздушную гортензию я не знаю ну такая она высокая большая панфлора кстати я не знаю вот побеги у нее светлое очень похоже на панфлору то есть она не будет сильно окрашиваться ни в какие яркие оттенки но она достигла таких размеров таких объемов и каждый побег вот хочу заметить каждый зацвел в открытом грунте просидела год ничего гортензия пандалус сидела в грунте ничего я ее вот уже подрастила до соцветия посадила в открытый грунт только в этом году вместе соцветиями потом гортензия вот это шуга также просидела в год год без соцветий намеков на это посадила в горшок пожалуйста вижу цветы но пока она маленькая та же самая история у меня была с вот этой красоткой невероятной это summer love 2 года она сидела и никак стоило мне ее посадить горшок и пожалуйста красота так у нас начинается ветер и уже летают горшки но вот вот вы видите что кстати чем еще хорошо вот у нас был шквалистый ветер там три дня с дождем и если в грунте многие гортензии пострадали поломали свои соцветия то в горшках все вот эту непогоду страшную непогоду было правда страшно перенесли просто на отлично за исключением вот это вот красоточка моя вот это вот моя big green все-таки один побег сломала было пять соцветий очень очень жалко я вот хочу сказать про big green она в этом году меня очень порадовала очень удивила это первое ее лето в моем саду из горшочка p9 я вырастила ее в 5 литрах и вот все она зацвела но гортензия очень необычная она открывалась такого зеленого цвета цвет лайма долго стояла потом вот начала светлеть и теперь приобретает вот этот розовый окрас но она такая необычная она не похожа на других она заметная у нее свой характер повторюсь ее я бы узнала среди множества гортензии вот ее при окрашивании и вообще здесь вот все гортензии в горшочках у меня которые растут они все имеют свой характер свою такую изюминку испутать их сложно с какими-то другими в горшках потому что например вот эта гортензия жемчужина фестиваля я про нее очень много наслышана и насмотрелась в том числе прописано в каталоге лескова что в пятой климатической зоне она не успевает процвести поэтому я ее сначала купила потом вот этого всего по узнавала и я осознанно посадила ее в горшок чтобы увидеть ее цветение хотя бы удостовериться в сортности хотя бы в сортности удостовериться и да в горшке она очень быстро у меня наросла и конечно же зацвела в первый год вот это ее второй год смотрите какой пышный невероятно пышный кустик и это гортензия тоже имеет свой характер у нее вот эти лепестки они далеко расположены друг от друга соцветия вроде бы и плотная с другой стороны ажурная плюс она вот сначала она открывается белой потом она вот такую зеленцу приобретает красивую и скоро будет окрашиваться в розово-кофейный цвет но такой цвет капучино очень необычный такой достаточно редкий сорт она раскидистая в прошлом году такая была и в этом я уж перевалила ее в горшок 12 литров над наверное длинею 20 литров приобрести и вот перед дождем я вот просто обвязала веревкой потому что падал этот куст без конца вот просто по кругу обвязала на самом деле она более пышная и она держит себя ну то есть даже в горшке она держит себя самостоятельно поэтому эту гортензию лучше несколько лет подрастить в горшке ну если у вас 5 климатическая зона если любите рисковать или приобрели сразу взрослую гортензию не в п-девятки то можете сажать в открытый грунт она сильная все у нас не погода продолжается то ветер вдруг резко сильный то дождь вот заморосил немножко капнул прогоняет с улицы прогоняет не дает договорить так вот отвечу на вопрос где все таки зимуют мои гортензии в горшках хочу ответить на этот вопрос и смотрите здесь два варианта событий начну с того что метельчатой гортензии очень морозостойкие и они не требуют никакого укрытия но в 5 климатической зоне так точно и выше они выдерживают понижение температуры от минус 30 градусов до минус 40 понимаете да у нас очень редко бывает минус 35 градусов даже можно сказать краткосрочно поэтому я ничего не укрываю но гортензии в горшках я держу в теплице теплица у меня не отапливаемая я закрываю форточки двери ставлю гортензии свои на землю не на какие-то полочки досточки и тому подобное а именно на землю и ничем больше не укрываю они защищены от холодного ветра от ледяного дождя от снега и тому подобное зимуют отлично и чем мне нравится в теплицах подращивать что они просыпаются очень рано вегетативный период у них начинается раньше чем в открытом грунте намного так как прогревается земля в теплице очень быстро но и на улице бы в горшке прогрела земля очень быстро и соответственно мы раньше видим вот это сказочное цветение которое очень-очень нас радует мы столько ждем этого цветения у нас такое длинное холодное время зима и так далее то конечно гортензии радует это первое значит гортензии можно хранить в теплице в неотапливаемой если она такова имеется либо ставить горшки на улице я вот в этом году буду экспериментировать составлять некоторые горшки на улице посмотрим как это будет и конечно же они начнут расти и цвести раньше чем открытом грунте но немножечко позже чем в теплице в теплице чем хорошо что там настолько быстро прогревается и меняется вот этот климат они начинают расти мы очень-очень рано видим цветы очень в открытом грунте цветение задерживается у нас ну есть такие экземпляры которые вообще не хотят вести в нашем открытом грунте поэтому выращивание в горшках это такая плюшечка такая возможность чтобы увидеть вот цветение например этой же вот гортензии жемчужина фестиваля вот она такая это гортензия тордива уже начала окрашиваться поэтому друзья буду пытаться все-таки оставить некоторые гортензии в горшках на улице и посмотрю на результат можно оставлять ничего с ними не случится земля в грунте также промерзает как и в горшочках поэтому а метельчатая гортензия очень сильные мои зимуют зимовали по крайней мере в теплице но я люблю все экспериментировать и получать свой опыт иногда и печальный но он свой и я могу смело о нем говорить не бояться не говорить чужими словами а именно своими то есть я попробовала хорошо перезимовали и даже что касается черенкования мне нравится черенковать в обычной земле садовой у меня так получается кого-то получается по-другому поэтому я говорю только про свой опыт ну и вот как то так друзья вот такая панфлора я все смотрю на нее и думаю кого ты мне напоминаешь вот панфлора очень интересная гортензия вот в грунте она в моем в саду не хотела расти а в горшке вон вымахала какая чуть ли не по пояс мне очень высокая с большими цветами соцветиями вот такими шапками очень интересная гортензия солнышко пропадает это baby lace малютка кстати очень миниатюрная гортензии и и хорошо выращивать в горшке украшать какие-то зоны в саду или даже на террасе или пустые места пока что-то где-то подрастает на клумбах смотрите кто у нас тут кто это тут у нас жук-паук уже до гортензии добрался бронзовка это бронзовка вот такая baby lace держит себя самостоятельно очень сильная гортензия она небольшая невысокая и соцветия у нее аккуратненькие маленькие не боится ни дождя ничего правда она росла у меня в пятилитровом горшочке я пересадил в 12 литров вот буквально недавно так как подсыхала еще хочу сказать пару слов вот про эту красавицу это гортензия summer love я вам скажу она очень очень отличается от других у нее плотные соцветия очень аккуратной формы набитые набиты это много много цветов один на одном вот она уже такая немножечко зеленеет и приобретает розовый окрас вот немножечко напыление она то не сильно яркая с напылением но я вот ее привязала почему-то вот так далеко можно было бы конечно сделать вот и таким букетиком плотным да вот так вот связать многие связывают может быть это было бы и красиво но я же люблю что-то больше похоже на природные большие кусты и вот я сделала подвязала на некотором расстоянии видно веревочка и и конечно при желании можно спрятать поэтому это все индивидуально но мне так понравилось вот это summer love в грунте то на уме не хотела цвести а в горшке пожалуйста это к примеру почему в горшках друзья да потому что в грунте не растут не растут и не успевают свести мне как-то написали что очень хорошо цветет фрайс мэлба фрайс мэлба цветет в первый год там с короткой обрезка и так далее слушается на эту украина юг вы сравниваете беларусь нет у нас намного холоднее чем на юге украины холоднее мы тут ближе к литве нас прохладно более прохладно поэтому все индивидуально друзья ваше месторасположение температура летом грунт у кого-то песчан у кого-то суглинки все индивидуально ну вот я ответила на вопрос друзья где я храню свои гортензии зимой где они у меня зимуют в теплице но она не отапливается можно хранить гортензии и на улице но опять таки не на плитке не на бетоне ставьте на газон или на землю и все все будет хорошо ну вот такая самарская лидия ничего ярче я не видела не знаю не знаю подрастает мой банфаер тоже вот в горшочке если бы в открытом грунте она бы не зацвела не показала бы мне вот эти цветы такие запоздалые а вот в горшочке в трех литрах зацветает но посмотрю банфаер тоже очень очень хвалят такая ли она на самом деле классная как самарская лидия не знаю но я самарская лидия мне очень нравится она меня конечно удивила и она с каждым днем все ярче ярче друзья ярче ярче вот смотрите сколько много разных гортензий все выращивались в горшках но вот только самарская лидия показала себя вот такой красный такой яркой красоткой такой жгучий красоткой да они все интересные summer love очень так аккуратненько плотные соцветия красивой да и тоже big green была зеленая зеленая вот сейчас поменялась белоснежная кстати ой baby lace но она будет ярко-розовый пока еще белоснежная она не полностью открылась такая сейчас белой белой да на фоне других гортензий в общем они все разные но самарская лидия это это сказка это огонь это сказка пастель green остри грим не знаю увижу ли я полное соцветие она конечно красотка но у меня вот видите даже горшке немножечко затягивает светением но это первое и лето первое лето поэтому прощается вот друзья ну на этом буду заканчивать на этом буду заканчивать красота невероятная вот так поставлю смотрю поменяю местами кого-то красота невероятная всем хорошего дня отличного настроения подписывайтесь на мой телеграм-канал там часто выходят короткие видео сада обсуждаются разные интересные темы подписывайтесь и до встречи